В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 30% работников на удаленку в кино по QR-коду корпоративы под запретом. Глеб Никитин ввел новые ограничения из-за COVID-19. Для любимых педагогов в Дыши состоялся концерт, посвященный Дню Учителя. За свети и сотрудники ГИБДД провели акцию для учеников 20-й школы. Далее расскажем обо всем подробно. О дистанции в школах, переводе на удаленку, посещении массовых мероприятий и работе общепита. 6 октября вступили в силу изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Органы местного самоуправления региона смогут сами принимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6 по 8 и 10 классов. Это касается и работы организации дополнительного образования, учреждений культуры и спорта и так далее. Решение может быть принято как в отношении муниципального образования в целом, так и отдельных организаций. Вузам и профессиональным техническим училищам рекомендуют перейти на дистант. Если обучение проходит в смешанной форме, то к очному обучению можно допускать только вакцинированных или переболевших студентов. К работе с детьми теперь допускают только сотрудников, у которых есть сертификат об иммунизации, справки об отрицательных результатах ПЦР-теста, срок действия не более трех дней, или справки о наличии антител, срок действия не более 60 дней. Работодатели больше не обязаны обеспечивать сотрудников прохождением необходимых исследований. Руководителям необходимо перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности следующих сотрудников. Всех работников, чье присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных процессов. Всех лиц, у кого нет действующего сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе по медицинским показаниям. Посещать массовые мероприятия можно только при предъявлении на цифровом устройстве QR-кода сертификата о вакцинации или мультипасса. Соблюдение требований необходимо для посещения фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта – музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, цирков, клубов, творцов и домов культуры, организации, которые ведут конгресс на выставочную деятельность, детских игровых комнат, аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков, развлечений. Требования не касаются несовершеннолетних и не распространяются на проведение памятных мероприятий на открытом воздухе с количеством участников до 150 человек, а также на проведение органами ЗАГС церемонии государственной регистрации и заключения брака в торжественной обстановке. До 31 октября кафе и рестораны Нижегородской области с 12 часов ночи до 6 утра будут работать в формате еды на вынос. Кроме того, в рамках указа Глеб Никитин поручил усилить контроль за работой организаций общественного питания, в том числе за соблюдением запрета на проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов и других развлекательных мероприятий. Также в регионе усилят контроль за тем, как граждане соблюдают масочный режим в местах массового скопления людей. Узнать, полагается ли вам бесплатная юридическая помощь и ознакомиться с новостями законодательства, теперь можно онлайн на едином портале по правовому просвещению и оказанию правовой помощи. На сайте правовсемь52.ру работает чат-бот «Правовой помощник», которому можно задать интересующий вопрос и получить ответ. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прием заявок на участие в международном конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2021» продлили до 1 ноября. Проект реализуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Тевейва-Саров». Оставить заявку и ознакомиться с полным положением конкурса можно на сайте конкурса.серафим.рф. Итоги проекта, направленного на развитие волонтерского движения, подведут до конца года. В прошлом году звание волонтера преподобного Серафима Саровского присвоили Анне Виноградовой за работу руководителем православного волонтерского центра «Радость моя». Всероссийский экономический диктант напишут во всех регионах страны 12 октября. В этом году он пройдет в пятый раз. Принять участие в акции можно онлайн с 5 утра до 10 вечера на сайте экономического диктанта диктант.орг. Игры Кубка города по футболу приостановили в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. О возобновлении матчей объявят в группе Федерации футбола города Сарова ВКонтакте. В сентябре стартовал проект «Пушкинская карта». С ней молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать учреждения культуры, театры, музеи и филармонии. О том, как оформить карту и где ей можно воспользоваться в Сарове, расскажем в следующем репортаже. Новый проект «Пушкинская карта» дарит возможность молодежи организовать культурный досуг. Молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы. В этом году баланс «Пушкинской карты» составит 3000 рублей. Оформить можно как виртуальную, так и пластиковую карту. Нужно зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение госуслуги культуры и получить виртуальную карту. Деньги будут на ней сразу. Если такая возможность отсутствует, можно получить физическую пластиковую карту в отделении почты банка. В Нижегородской области в программу включилось 20 учреждений культуры. В Сарове проект пока поддержал только драматический театр. Все его постановки, которые сейчас есть в репертуаре, можно оплатить пушкинской картой. Билеты можно приобрести либо в приложении, либо на сайте Саровского драматического театра, либо в кассе. Билет будет именной. И при посещении учреждения культуры обязательно нужно будет предъявить паспорт на входе контролера. В будущем к проекту «Пушкинская карта» планирует присоединиться городской музей и художественная галерея. Картой можно воспользоваться по всей России. Пока программа предусмотрена на три года. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Яркие, талантливые, креативные воспитанники Анжелики Ермаковой подготовили для педагогов детской школы искусств творческий подарок – концерт. Мероприятие приурочили сразу к двум праздничным датам – Дню учителя и Дню музыки. Подробности далее. Климент Брюховец исполняет песню «Битва. Ее глаза». Это одна из его любимых групп. Репертуар юноши состоит из лирических и минорных произведений. Как только Климент выходит на сцену, в зале воцаряется необычайно трогательная атмосфера. В коллективе Биркана он уже около семи лет. Ко Дню учителя ребята решили приготовить для своих педагогов творческий подарок. Сегодня 5 октября, и в России отмечается День учителя. В общем, собственно, наш концерт, он посвящен Дню учителя. Но поскольку недавно был еще также Международный день музыки, мы решили совместить как бы два повода и сделать концерт. К шести часам малый зал постепенно заполнялся. Поддержать юных артистов пришли и их родители. Ребята подготовили как хоровые, так и сольные номера. Где ты, мой ангел храницы, возьми, если сможешь, меня к небесам. Для сольного выступления Федин Алексей выбрал песню «Беспризорник». Также мальчик любит исполнять патриотические произведения. Особое место в его репертуаре занимают джазовые композиции. Теплые слова поздравлений Алексей адресует своему педагогу. Дорогая Анжелика Анатольевна, я желаю вам всего самого наилучшего и самого прекрасного. Знаете, ученики вас очень любят, ценят, поскольку вы подарили нам настоящие звездочки. Вы сами сделали нас звездочками. Большое вам спасибо за это. Мы вас очень сильно любим. Коллектив Беркана – это маленькая семья. Они слышат и понимают друг друга буквально с полувзгляда. А потому, несмотря на то, что времени для репетиции было совсем немного, ребята отлично справились с подготовкой концертной программы. Помимо вокальных номеров, воспитанники подготовили и стихотворения. С днем музыки, счастье в душе поживет. Пусть дарит вам музыка в небо полет. Поможет тебе трудности преодолеть, добиться всего ни о чем не жалеть. Хоровой коллектив растет и пополняется. На сцене малого зала в этот праздник блистала и совсем юная звездочка. Злате Гусихиной исполнилось всего пять лет. Свой вокальный путь в душе она только начинает. Акцию «Засветись» провели сотрудники ГИБДД для учащихся школы номер 20. Ребятам напомнили о правилах дорожного движения и необходимости светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Подробности далее. Учащиеся младших классов 20-й школы засветились на проезжей части и создали пробку. Множество детей в специальных жилетах переходили дорогу со светоотражающими элементами, чтобы привлечь внимание к акции «Засветись». Сотрудники ГИБДД и педагоги школы напомнили ребятам о правилах дорожного движения и рассказали о необходимости браслетов, брелоков и наклеек, которые светятся в темноте. Можно носить их на рюкзаках сзади. Также можно на предметы одежды, на молнии цеплять, чтобы они были видны. У некоторых детей, я смотрю, у них уже вставки есть на рюкзаках, но также на одежде, на рукавах, на груди. То есть, что дает возможность другим участникам, не только дорожного движения, а и тем самым пешеходам, велосипедистам оставшимся еще, которые ездят в велосипедах, видеть детей издалека. Многие учащиеся выходят из школы или секции уже поздно вечером. Смеркаться осенью начинает рано, а в темной одежде разглядеть человека в сумерках еще сложнее. Поэтому светоотражающие предметы жизненно необходимы для пешехода. Увидеть светящийся элемент водитель может со расстояния 20-30 метров. Я узнала об акте «Засветись», то, что надо соблюдать правила, их надо соблюдать всегда, чтобы не попасть под колеса машины. Браслетики разные, они называются фликеры. Сегодня я много очень узнала, мне было очень интересно. Чтобы научить детей правилам дорожного движения наглядно, в 20-й школе сделали специальный игровой городок. Там школьникам рассказывают, как переходить дорогу, что означает тот или иной знак и свет светофора. Мне мама сказала, что будет акция «Засветись». Ну, мне потом воздает стих, и я сказал его. Я хочу сказать, чтобы все были безопасны, чтобы у всех все было хорошо. Акция «Засветись» будет проходить в школах и детских садах города до середины октября. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус, и это всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 7 по 10 октября там пройдет медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою. И в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Их вы тоже найдете на ярмарке меда. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 7 по 10 октября с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин